Контракт между Амари Тетрадзе и футбольным Енисеем был подписан накануне. Он сменил на посту Алексея Ивахова, ушедшего после нескольких поражений команды. 45-летний Амари Михайлович до последнего времени тренировал казахский клуб ЖТСУ. С нашими футболистами познакомился в Астрахани, когда они играли на выезде с Волгарём. Сейчас Енисей занимает 16-е место в турнирной таблице. Новый наставник планирует вывести команду в первую десятку. Я думаю, что они свои игры уже доказали, что они могут играть. Я думаю, что их нужно просто настроить психологически, морально, психологически. Создать ту атмосферу здоровую в коллективе, она и была, но ещё улучшить. Контракт Амари Тетрадзе пока что рассчитан на один сезон. По словам главного тренера, приглашать новых игроков он пока не намерен, но такой возможности не исключает. Амари Михайлович известен среди футболистов и спортивных экспертов как очень эмоциональный и неоднозначный руководитель. В фанатской среде обсуждаются случаи так называемых договорных матчей с его участием. Как игрок он зарекомендовал себя лучше, рассказывают специалисты. Тренерский штаб, видать, так решил, рассмотрел, видать, много вариантов. Остановился на этом кандидате. Как он себя проявит, это сложно. Вот не зная, скажем, структуры самого города Красноярска, это же тоже как бы общение с руководителями города, края. Это тоже немаловажно. Иметь авторитет перед этими людьми. Внутрь не залезешь, как он действует, как добивается результатов, поэтому это все индивидуально. Но если футбол таков сейчас в нашем современном мире, может быть, многие этим занимаются. Ну, хотелось бы верить, что будет честная работа. Спортивные эксперты среди возможных претендентов, кроме Амари Тетрадзе, на должность главного тренера футбольного Енисея выделяли Олега Романцева. Это один из самых титулованных тренеров российских команд. Он является воспитанником Красноярского клуба «Автомобилист». И Александра Тарханова, коллегу Романцева по «Автомобилисту», наставника клубов ЦСКА и «Крылья Советов». Тем не менее, выбор руководства клуба остановился на Тетрадзе. Его неоднозначная популярность не смущает директора Енисея. Это, наоборот, радует, что человек для достижения результата будет скандалить. И мы будем скандалить и шуметь с теми, кто не полностью отдается на футбольном поле, кто говорит неверную информацию о футбольном клубе. К слову, смена тренера связана не только с плохими результатами команды. Губернатор «Края» не раз обращал внимание на низкий интерес болельщиков и неэффективное управление клубом. Остается надеяться, что руководство команды услышало главу региона и в этот раз не промахнулось с кандидатурой. Первый матч под руководством Амари Тетрадзе Енисей проведет уже 11 октября. Играть будут против команды «Торпедо» из Армавира. Тогда болельщики и смогут сами оценить работу нового наставника клуба. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко. Новости.